Добрый вечер, друзья! 20 часов, суббота. У меня в гостях доктор Влад Турчак. Доктор Влад Турчак, с которым вы знакомы. Я знаком, он мой товарищ близкий. Мы с ним дружим. Добрый вечер, доктор. Добрый вечер. Добрый вечер, Влад. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, очень рад, что вы пригласили меня на такую программу. Очень интересную программу, которую мы не додумывались раньше создать. Причем она интересно называется. Она интересно и называется. Массаж может заменить любое лекарство, но ни одно лекарство не может заменить массаж. Это правда. Это правда. Это правда, стопроцентная правда. Мы с доктором Владом Турчаком, оба массажисты, мы, Влад Турчак, Влад Турчак подготовил 5000 примерно человек, массажистов, специалистов, да? Да. Влад, я не ошибаюсь, когда говорю 5000? Да, 3500, 4000 здесь и 2000 за рубежом. За рубежом, это в частности в России? Это Россия, это Украина, это Кипр. Это Кипр. Да. Очень интересная у вас была жизнь. Да. В поездках, в обучении. Да, правда. Итак, передача у нас «Для чего человеку массаж? Для чего человеку нужен массаж?» Для чего человеку нужен массаж? Потому что без массажа это как без воды, ни туды, ни седы. Так говорили всегда, да? Наши актеры известны. Давайте начнем от обратного. Если массаж может заменить любое лекарство, то массаж нужен человеку для того, чтобы он был здоров, не так ли? Правда, он необходим, потому что давайте мы вот рассудим таким образом. У нас есть, к сожалению, дети рождаются, и таких детей я поднимал на ноги в России, поднимал здесь, в Израиле, несколько детей, которые имеют ДЦП. Детский церебральный паралич. Есть какое-то лекарство, которое в аптеке можно купить, чтобы это вылечить ребенка? Нет. Нету. Нету. Это первое. Второе. У нас есть Паркинсон. Но это уже не у детей. Это не у взрослых. Я просто рассказывал, да? Болезнь у взрослых людей, да. Которую тоже невозможно. Которую тоже невозможно вылечить никаким лекарством, которое есть. Это точно, да. Теперь дальше, если мы возьмем дальше. У человека случается инфаркт. Не дай бог. Не дай бог, да? И если рядом оказывается человек, который знает массажные движения. Для того, чтобы. Для того, чтобы вернуть его к жизни этого человека, да? Да. Человек остается живой. Но лекарства есть никакое, даже не можешь дать ему. Ну да. Нет такого лекарства, которое приостановит развитие. Если, например, при диабете, когда нехватка инсулина, да, человек должен принять какую-то таблетку, да? Или сахар положить, кусочек. Но если вдруг не оказывается сахара, можно ли с помощью каких-то движений вернуть его к жизни? Можно. Нужно. Да. Есть такие специальные точки, которые надо реагировать. Нужно проработать печенку, надо проработать селезенку, проработать другие органы. И все будет массажем в порядке. Есть у нас, например, легкие, да? Если мы сделаем дренаж легких, вибрационный, да? Мы очистим от пневмонии. Да. Можем очистить от пневмонии. Мы очистите бренки и легкие и все остальное прочее. Мы можем ликвидировать инфекционные заболевания. Да. Если мы чистим легкие, то те вирусы или микробы, которые попали с дыханием, они выйдут наружу. Да. Совершенно правильно. Это раз. Потом у нас есть инсульт. Не дай бог. Не дай бог. При инсульте никакая таблетка не поможет. Ни в аптеке, нигде, ни в больнице даже инсульт не... Но, когда инсульт происходит с человеком, мы, массажисты, ну, я будем говорить, я прошел эту стадию массажа, стажа больше 40 лет, врачом уже даже. Массаж я начинал 50 лет назад. Да. Совсем молодым юношей был, да? И вот... То есть, глядя на вас, я понимаю, что вы начинали с детского, с младенческого возраста. С младенческого, да. С вода. Да, как вы. Как вы, да. Как я. Я немножко позже. Да. Так вот, интересно получилось, что, когда мы делаем, приходит нам, например, заявка, да, от родственников, помогите, вот, инсультный больной. Надо же знать, что мы начинаем всегда с инсультным больным работать на здоровой половине тела. Потому что, во-первых, у нас... С любым больным. С любым, абсолютно. С любым, любым. Чтобы у него не болело, мы начинаем работать с той стороны, с той стороны. Инсультный больной всегда начинаем со здоровой половины тела. Почему? Потому что у нас полушария расположена мозга наоборот. То есть у нас правое полушарие отвечает за левую половину тела и наоборот. Значит, если левая половина тела не функционирует, мы начинаем с правой... С левой стороны начинаем, чтобы послать сигнал в правую сторону. Потому что правая сторона, если мы пошлем туда сигнал, все это у нас будет... Уйдет. Уйдет, да. Через полтора-два месяца мы начнем уже на той больной половине тела работать. Вот и все. Поэтому... Но нет таблетки, которые можно купить в аптеке и дать ему человеку, у него все пройдет сразу. Нет такого. Хотя 21 век. У нас и онкология не работает, к сожалению. Люди больны онкологией. Очень многие уходят. Лекарственная медицина не работает в плане онкологии. То есть мы можем... Даже дело не в этом, Сереж. Я извиняюсь. Дело в том, что по тем данным, которые я располагаю, находясь здесь в Израиле, посетив огромнейшее количество симпозиов у врачей и так далее, и так далее, есть лекарства, которые разработаны, но которые почему-то не внедрены для всеобщего пользования от онкологии. И огромное количество от онкологических больных умирают до сих пор. Понимаете? Хотя есть у нас лекарства, которые спасают от рака груди, от рака пищевода и все остальное прочее. А есть, они разработаны, но они не внедрены. К сожалению. Я знаю, что девочек в Израиле, начиная с семилетнего возраста, начинают прививать от рака матки. Да. От шейки матки, да? Шести с половиной даже. Примерно. Плюс-минус, да. Да. Начинают прививать, и это, в общем-то, это вакцина, которую разработана была, если я не ошибаюсь, у нас давно. Давно, да. Она так и применяется. Примерно. Это как прививка от ОСП в Советском Союзе. Да, применяется. Ну, здесь начинают прививать, я могу даже сказать, с полумесяца. То есть, как полмесяца, да. С полумесячного возраста. Полумесячного возраста начинают прививать детей уже. Вообще от других болезней. Но от рака шейки матки девочек прививают, начиная с шести-семи лет, да. Поэтому, видите, вот, например, таблеток от таких вот вещей нету. От многих. Но, кстати, есть массаж онкологический. Хотя нам, еще в Советском Союзе, нам на кафедре говорили, что нельзя делать с онкологией, нельзя делать массаж. Да, потому что... Почему? Потому что усиливает метаболизм, усиливает развитие в том числе... Но, к счастью, к счастью, вчера или позавчера я прочитал, что у нас открылась в Израиле академия медицинского массажа, в котором преподают израильтяне и неизраильтяне, французы, американцы, которые преподают и есть среди них массаж онкологический. Массажные и остеопатические. Остеопатические. Там хиропракты работают, там работают врачи. Инезиологи, да. Ребилитологи, физиотерапевты. То есть очень высокого качества люди. Я просмотрел, кто из них работает, сколько лет. Не меньше 15 лет, у них стаж у одной только. Остальные 20-25 лет стаж. Когда-то я хотел такую академию сделать сам, честно говоря. Создать. Да, создать. Но не получилось найти таких людей. Это видно, да, в те времена. И вот одна из них, например, она американка, училась в Америке, и она здесь преподает. И она как раз написано, что она делает массаж именно онкологический. Когда я поднял, значит, литературу в отношении онкологического массажа, оказалось, да, существует такой массаж. То есть он выполняется на определенных участках тела, в определенных точках, определенные в направлении. Это тоже интересно. Ну, плюс у нас есть гинекологический массаж, проктологический массаж, перкуссионный массаж и куча-куча всего других. Урологический массаж. Урологический, проктологический. У нас существует, по моим наблюдениям сегодня в интернете, больше 125 массажей, официально которые существуют. Причем самое интересное, среди них есть экзотические массажи. Например, массаж слонами, называется слоновий массаж, да, который очень легонечко, это под слона. В Таиланде кладут, значит, человечка, и кто хочет испытать, есть проблемы с позвоночником, значит, слоник немножко делает. Есть огненный массаж, огневой массаж, вот, огневой массаж, это тот массаж, который, значит, оборачивают тканью одной человека, потом спирт. Да, и поджигают. Нет, и вторую ткань, которую сверху уже кладут. Ну, поджигают, а потом вторую кладут. Что это дает? Это, во-первых, дает очень хороший... Интенсивный прогрев, естественно. Да, и прогрев, и движение крови, и все, и лимфа поднимается, и так далее. То есть, надо быть специалистом определенного. Конечно. И каждого из этих массажей. Конечно. Не просто так. Мы с вами, наверное, такой массаж не будем. Нет, я говорю просто, это, конечно, есть специалисты, которые специально изучают это и так далее. Разрабатывают и изучают. Например, есть огромное количество массажей экзотических, где делают, например, пощечины, дают пощечины. Ну, да, это массаж лица, да. Да, массаж лица, да. А есть, например, которые делают ножами. Острые лезвия берут ножами и к носу, и к телу. Это мне напоминает массаж акупрессурный или... Нет, акупрессурный это другое. Это когда вы нажимаете на точки, а тут ножами вы прорезаете... А тут ножами просто... Нет, это прикасается под углом, под определенным углом. Они сжимают определенные, значит, участки тела, ткань, да. И вот так происходит это самое. Ну, как мы говорим, что, например, есть еще такая картина, как, например, человек, когда тонет. Когда тонет человек, его вытаскивают. Ему тоже надо сделать массаж. Сто процентов. Никакая таблетка ему не поможет в этом плане. Пока вы не прочистите легкие. Пока мы не прочистим легкие, пока мы не вызовем, так сказать, его, вот эту струю обратно, и он не вдохнет воздух. Таблетки нет никакой. Это массаж. Если человека рядом не оказалось, который знает, как это делать, человек уйдет в другой мир. И самое интересное, что происходит, это даже на Мертвом море, казалось бы, да. Где утонуть невозможно, да, но захлебнуться запросто. Огромное количество. Вот так почему-то получалось, что столько, много времени, я несколько раз бывал на Мертвом море, и обязательно прилетал какой-то санитарный вертолет забирать этого человека. Который захлебнулся. Что у нас не в порядке, я не очень понимаю. Это интересно, да, такая вот картина. Плюс интересно, что ведь массаж животным делаем тоже. Я тоже могу... Не только животные делают нам массаж, вот как вы рассказали про слона, да? Нет, я говорю, массаж мы животным делаем. Мы животным делаем, да, ведь животные очень любят. Да, почему, потому что даже то же самое поглаживание коту там за ухом, или собаке, или все остальное прочее, это тоже массаж. Я совсем недавно опубликовал фильм, в котором я рассказываю о том, что есть собачонка, в том городе, где я живу, да, которая, когда, с кем бы она ни проходила мимо моего дома, она бежит ко мне. Она никому не дается под руки, она только мне подпаскивает. Не ваша собака. Нет, чужая собака. Собака моих клиентов. Она никому не дается, ни детям, ни взрослым не дается делать ей массаж. Она проходит мимо моей клиники, она просится ко мне под мои руки. Это хорошо. Вы ей делали массаж. Не один раз, очень много раз. Не, не, много раз. Причем я не так давно проходил мимо ресторана, в котором сидели ее хозяева, вместе с ней. И вдруг она выскочила, она учуяла меня метров за 50, учуяла меня, она выскочила из ресторана, бросилась ко мне на руки и привела меня, в общем-то, к столу своих хозяев. Но у меня на руках сидя уже, под моими руками. Ну, у меня была практика здесь, в нашей стране, такая, что мне приходилось лечить собак. Собак массажей. Мануальной терапией. Я мануальный терапевт же еще, кроме этого. Да, да, конечно. И я лечил собак, потому что неудачно прыгнула собака, особенно если она в возрасте и так далее, то у нее происходит какое-то такое смещение дисков, и приходилось справлять. Диски собаки. Да. Ну, кстати, и собакам делает, и кошкам делает, и осликам делает. Собак тоже есть, и позвоночники, диски, и все, что у человека. То же самое, что у человека, или почти то же самое. Вот. Поэтому я насчитал сегодня где-то 120 видов массажа, с лишним даже, 125. Это с аппаратными массажами. Вместе с аппаратными. Потому что есть аппаратная аппаратура. Причем самое интересное, я хотел бы сказать об одном интересном массаже, который, ну, есть баромассаж такой, это в барокамерах делает, и ультразвуковой, гидромассаж. Я очень люблю, я очень люблю убирать воспалительные процессы, точечные воспалительные процессы, типа пяточной шпоры, вакуумным массажем. Баночкой. Баночка. У меня специальный аппарат есть, который создает вакуум, он тянет кровь к этому месту, и таким образом я убираю воспаление, потому что большая часть пяточной шпоры, это элементарное воспаление, от которого надо избавиться. Да, 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 там и пяточная кость, там таранная кость на сидении как раз. Так вот, интересно, есть пневомассаж, это пневомассаж, когда одевается специальный костюм, надевается он, да? Вот такой вот, и идет три в одном, будем говорить, там есть пневмориация, есть лифомассаж, и в том числе этот. И самое интересное, есть такой массаж, который называется Старвак. Расскажите. Значит, он находится при, предназначен при лечении нарушения сна, при депрессиях, стрессе человека и боли в шее. Но лучше еще, даже это аппаратный тоже массаж. Есть еще такая аппаратура, эту аппаратуру когда-то я видел, живя в Кириатоне, в нашем городе, в Итраильском. Да, меня пригласила туда Татьяна Адлер. Это врач-косметолог, пригласила, она никого не пускала в эту клинику к себе, только по записи кто шел. И она пригласила меня туда, и я увидел сумасшедшую такую небольшую аппаратуру, я говорю, что это такое? Она говорит, это LPG. LPG. Что такое LPG, я только узнал сегодня. Только сегодня? Только сегодня, да. Она показала какую-то аппаратуру. Но почему называется LPG, для меня была загадка. Я ее спросил, говорю, а почему LPG? Она говорит, я не знаю. Опять же, оказалось, что этот аппарат изобрел инженер, которого зовут Луи Паулс Гити. Он француз. Он попал в аварию, в автомобильную, в которой получил ожоги, отеки всевозможные. И его руками начали лечить бесполезно, ничего не помогало. Потом, значит, реабилитолог начал каким-то аппаратом, который там хотел что-то его тоже делать. И когда он лежал, он же инженер, изобретатель. И он сказал, я хочу изобрести аппарат. Который меня поможет. Который меня поможет вылечить. И самое интересное, что он предложил такое вот сочетание роликов и вакуума вместе. То есть, это аппарат, он небольшой такой, получается. Есть два аппарата таких. Есть который большой на такой консоли, да. Он снижается и... Обращается на человека. ...прямо ставится на человека там. Это косметической точки зрения. А вот другой аппарат, он небольшой. Он такой, как бы, тоже аппаратура. Держишь его руками. Там идут ролики. Вот так работают. И еще рядом находятся банки. Типа вакуумно такой, да. Он высасывает вот эти вот все отеки, травмы, вот эти отеки. Он снимает это все. Вот такой интересный был, как сказать... Эксперимент. Эксперимент, да. Которым пользуются некое. Да. И кроме... В частности, косметологи. Косметологи пользуются. Кроме того, что есть у нас, например, очень много массажей, которые, я могу вам сказать... Один из таких массажей я лично делал, хотя и не знал даже как. Выполнял, да. Это, да. Это мы поехали с сыном перед армией здесь. Поехали с сыном в Турцию я его повез. И когда я привез его в Турцию, нам дали экскурсию на теплоходе поехать там. На такой перешей, где Средиземное море встречается с речкой. Да? Маленький перешейчик такой. То есть речка впадает в Средиземное море? Нет, она не впадает. Отдельно. Только между ними... И с лиман между ними. Да, между ними такой суши, песок, суша. Будучи одесситом, я знаком с такими лиманами. Да. И Днестровским лиманом, и Хаджибеевским лиманом, когда речка не впадает в море? Создает какое-то... Не впадает. Между ними есть перешейчик. Суши, и песок горячий. Там лето было, и все такое прочее. Горячий песок. Вот, еще там на корабле из крабов сделали в суп вкусный. Суп из краба. Замечательно. Да. Так вот, нам дали потом уже бесплатно путевку в Хамам. Хамам это... Турецкая баня. Такое, турецкая баня, да, грубо говоря. И когда мы туда пришли, там, русский Иван, высокого роста, нас подвел, спустили нас вниз, мы спустились, и все, и нам сказали ложиться на мраморные вот эти вот... На плиты мраморные, горячие, да. Мраморные такие, они сделаны шестиугольником таким. Не обязательно шестиугольником, потому что я иногда работаю в Хамаме, я делаю массажи в Хамаме. В Турции, я ждет тут. Да, здесь у нас... Может, здесь делали как-то... Не обязательно шестиугольник. Песоский потолок там, и все такое прочее. И, значит, заходит бригада массажистов, и, значит, две, три, две, две или три женщины, они с Азербайджана. И они поднимают турецкий язык. И они там работали. Ну, уже в возрасте они были. И, значит, руководит этими женщинами такой молодой парень, ему лет 25-27, не больше, турок. Значит, и он говорит, вот, я тут самый главный, они переводят нашим нам, русскоязычным. Я тут самый главный, вы сейчас ляжете, ложитесь, значит, и вот мы все будем делать вам массаж. Мои, значит, коллеги будут делать массаж. Ну, я тоже лег, значит, и оказалось, что он подошел ко мне. Этот начальник. Да, начальник. И говорит, ну, я, наверное, буду тебе делать массаж. Я говорю, ну, хорошо, я хочу посмотреть, как ты будешь делать. Он так сразу, она перевела, азербайджанка рядом была, она перевела. Он говорит, а почему ты хочешь, чтобы я тебе сделал этот массаж? Я говорю, потому что я руководитель клиники. Он говорит, ну, да, ты, хорошо, я тебе сделаю, как руководителю клиники, ты посмотришь, я делаю великолепно турецкий массаж. Я говорю, хорошо, я лег. Ну, что он сделал? Что он сделал? Знаете, как делается это все? Я умею это делать, что он сделал, не знаю. Он сделал оливковое мыло, в большой чане таком, растворил полностью, чтобы была пена. Потом взял рукавицу такую специальную, да, я следил за этим, да. Я лег на живот, и он, значит, мне начал делать массаж различными движениями, да. Размазывать. Но классики там русской не было, конечно, там было что-то свое, такое напутанное, там непонятно чего. Ну, в общем, он мне сделал, потом, значит, перемернул. Ну, незнание турецкого языка не значит, что турецкого языка не существует, да? Мне не надо турецкий язык. Я по движению... Незнание турецких техник, это не значит, что они плохие, да? Нет, я не говорю, что они плохие, просто я сделал. Он там спрашивает, ну как? А ты не знаешь, что... Я говорю, ну, где-то так на три с половиной плюс четыре. Она перевела ему. Он открыл. Это был открытый рот, он удивился. Он говорит, ты хочешь сказать, что ты лучше сделаешь? Я говорю, да. Он лег. Он лег. Все бросили этих людей. Стали смотреть, все эти, можно, сажисты, остальные. Стали смотреть. Ну, я же, зная все техники, да? Больше двадцати техник. Я раньше разными техниками ему делал. Это с этим вот... Когда он закончил и облил его, значит, водой в конце, надо облить, да? Он, во-первых, когда встал, у него глаза были вот такие расширенные зрачки. Он посмотрел на меня, посмотрел на всех. Он задает вопрос ей. Значит, что это было? Она говорит, а что это было? Меня спрашивает. Я говорю, это был массаж. Турецко-русский. Он удивился. Турецкий, но с русским акцентом. Он говорит, подожди, Игорь, я хочу, чтобы ты у меня работал. Я говорю, это невозможно. Говорит, я тебе дам тысячу долларов в месяц. Ну, и они все получают семьсот. Ну, да. А ты тебе дам тысячу. Я говорю, здесь, в этой парной я работать не буду. Зачем парной работать? Не дай бог, в парной работать. И не надо. Идем со мной. Куда он тебя повел? Он меня повел дальше. Заходим, значит, отдельные две комнаты. Шикарно отделаны. Все. Отдельный стол. Кондиционер работает. Кондиционер. Значит, он говорит, вот это твоя комната, ты будешь здесь делать лимфатический целлитный массаж. Я говорю, за тысячу долларов? Тьфу. Это ничего для меня. Как? Ты же из России, да? Он говорит, как? Ты же из России. Ты же из России. Ты же в Москве. Я говорю, ну, что в Москве? Так я могу задать. Я говорю, если будет больно. Ну, я тебе дам жилье бесплатно. Я тебе буду оплачивать жилье. Я тебе буду оплатить питание. Я тебе все. Оставайся тут. Мне нужны такие люди, как ты. Ты сделал великолепно. Ты работаешь. Я говорю, я не могу возможности нет. Ну, ты понимаешь. На тебе моя карточка, пожалуйста. В любое время я тебя возьму на работу. Понимаете? У тебя и сейчас есть такая возможность поехать в Турцию. Да, можно поехать и найти его, если он существует еще и так далее. Поэтому, понимаете, интересно получается, что вот этот мыльный массаж такой, да, он действительно снимает стресс, он действительно как бы освобождает человека. Плюс на этом горячем таком камне мраморном. Ну, вот такой вот случай был, например, там. А вообще существует огромное количество интересных массажей, которые, ну, известны многим нашим зрителям, слушателям. Это аэровидический массаж индийский. И он не единственный, кстати, аэровидический, когда льют масло тебе на определенный третий глаз, точку, да, и так далее. Здесь когда-то я проходил этот массаж, то есть как бы проходил как... Обучение. Нет, как пациент, да, случайно это был в Герцлии-Петухах, да, в городе, был индийский такой спа-массаж, спа-кабинет в подвале, полуподвальном помещении, и работал с Индией индус, настоящий. То есть были девочки как бы на подхвате русскоязычные, да, и израильтян там не было. Они владели тремя языками. А этот он делал. Он мне это когда сделал, конечно, я там получил большое удовольствие. Вот. Но кроме этого, хочу сказать, что есть и цигун массаж, и массаж пощечинами, о котором я говорил. Есть альпийский ледяной массаж в Австрии, Швеции при целлюлите, например. Есть, например, лифтинговый массаж, испанский очень хороший массаж. Испанский массаж очень интересен тем, что его в России, например... Николай Монахов продвигает. Николай Монахов. Это Николай Монахов сейчас, а начала его применять Елена Земского. Елена Земского. Очень интересный человек, приятная женщина, с которой мы вместе сидели в судейской коллегии в 2008 году на международном чемпионате в Москве, как судьи. С другой стороны был Паскаль Кош, да, автор лимфатического массажа. Лимфатический, француз, который француз. Автор своего лимфатического массажа. Он не автор лимфатического массажа, он автор своего лимфатического. Нет, своего, своей техники, да, которая по Паскальу Кошу. Потому что я делаю лимфатический массаж не по его технике, а по... По русской технике. По традиционной классической технике. По русской. Я учился в России, да. Четыре техники существуют на сегодняшний день. Французская, Паскаля Коша, например, есть русская техника, есть испанская техника лимфомассажа, есть европейская. Я хочу тебе сказать, я совсем недавно выставил в ютубе фильм о лимфатическом массаже. Я рассказываю про себя в данной ситуации. У меня есть массаж, который я называю психосоматическим или массажем глубокой релаксации. Массаж глубокой релаксации. То есть это массаж чистейшей воды, лимфатический. Он убирает лимфу и поэтому он очень полезен. Он убирает, он создает стекание жидкости в лимфоузлу, в лимфосистему. И это, в общем-то, вызывает обмен этих жидкостей. Кровь приходит, приносит плазму, приносит все необходимые ингредиенты здоровья всем тканям. Но одновременно этот массаж вычищает мозг, потому как он специально создан. Что значит, он вычищает мозг? Он убирает из памяти стресс, депрессию, все отрицательные. Он дает команду мозгу, лучше работает. Он дает команду мозгу, лучше работает тоже, потому что любой лимфатический массаж, он дает такую команду. И мозгу тоже. Для чего я это рассказываю? Я когда-то был в Китае, и тем людям, которые отвечали за мою работу и за мой отдых, я пристал как панелист. Я хочу получить медицинский китайский массаж. Они долго упирались, не было времени для этого ни у них, ни у меня. Но перед самым отъездом они все-таки мне сделали одолжение. С улыбочками улыбнулись, посадили меня в машину, привезли в какой-то дом массажа колоссальный, там много зданий. В фейсбуке есть мой рассказ этот, я его писал, когда я писал эту ситуацию. Дом массажа, номер телефона снизу от первого до восемнадцатого этажа. Большими цифрами написан, светящимися был сделан. Твой номер. Это дома массажа. Меня туда привезли, я заплатил какую-то определенную сумму денег, я просил лимфатический, не лимфатический, медицинский китайский массаж. И попал на какой массаж, как ты думаешь? На лимфатический. На боди-массаж. О, тоже интересно. Девочка двадцати двух лет, китаяночка, замечательная, пришла в эту комнату, я возмутился, я говорю, я ждал китайца с бородой в очках. Почему с бородой? Потому что медицинский массаж на всех картинках выполняют китайцы с бородой в очках. Это картинка только. На всех картинках. А тут пришла девочка двадцати двух, двадцати четырех лет, да, я начал возмущаться. Почему возмущаться? Потому что я ждал этого китайца. Китайский же ты не знаешь? Не знаю. Я на английском стал возмущаться. Но те люди, которые ее привели, эту девочку, понятия не имели, что такое английский язык. И русского тоже не знаю. Да, короче, они мне сказали на чисто китайском языке, что сейчас все они сделают, они все поняли, на что я жалуюсь. Они забрали эту девочку и через три минуты привезли других трех девочек, чтобы я выбирал. Ну, так я вот выбрал, наконец. Я понял, что я от этого, что я никакого медицинского массажа в жизни уже не получу. Ну, доверился этим девушкам. Я доверил, выбрал какую-то первую попавшуюся девочку. Можно было выбрать любую. Они все были красавицы, все были молодые. И она начала на мне кататься своим телом. То есть я понял, что такое медицинский, этот самый боди-массаж, да, я его прочувствовал, я научился. И когда я вернулся в Европу, я написал, я стал специалистом боди-массажа. Замечательно. Я готов выполнить его любому, кто попросится. Только учтите, что я, во-первых, не девочка, во-вторых, не 22 лет. Ну, здорово, молодец. Да, но это тоже массаж. Это массаж, конечно. Боди-массаж это тоже массаж. Эротический массаж. Мало того, есть еще один интересный массаж, который называется тантра-массаж. Антрический массаж. Антрический массаж. Очень интересный, когда идет слияние двух душ под мантру и все остальное прочее. У меня тоже было такое интересное, как бы здесь интересно было, что больше 10-12 лет назад, примерно 12 лет назад, из 27, которая здесь, ко мне на прием пришел молодой парень и привел девушку с собой. И говорит, вот папке, пожалуйста, ей спину. После того, как я поправил спину, все стало хорошо. И после этого он говорит, скажите, пожалуйста, Владимир, у вас есть хотя бы один или два дня в неделю, чтобы вы работали у нас? Я спрашиваю, а где это у вас? Вот у нас в центре Тель-Авива есть помещение полуподвальное. Мы делаем тантрический массаж. Я говорю, тантрический массаж, это интересно что-то. Он говорит, да. Это мантры поют, играет музыка специальная, мантры идут. И вот приходят люди, и я руководитель клиники, и так интересно стало. Я говорю, хорошо, я приду, посмотрю. У меня было один-два дня. Я пришел, посмотрел. Оказывается, оказалось, что этот Миша, который мне предложил, руководитель клиники, вы не поверите, он был великолепным преподавателем иврита. Сам. Преподаватель иврита, который написал одну интересную книгу, она где-то у меня... По обучению иврита? Нет. А? Оно тоже по ивриту, только называется, называлась она как-то очень интересно, я сейчас дословно не помню, но в отношении что-то, как надоить из козы настоящее молоко, что-то так. Коровье причем. Да, самое интересное. Из козы надоить коровье молоко. Да, что-то такое было, вот очень интересное заглавие, он мне подарил эту книжку, надо найти ее только, потому что был переезд и так далее. И вот я, он дал мне комнату, сказал, вот комната, она будет стоить столько для вас, столько. Значит, а девочки, вот там шесть девочек было. Из этих шести, я только двоих сейчас могу сказать, других нету. Они двумя... Потеряли связь. Да, да, потерял связь, и я двумя держу связь. Вот, и могу сказать, что как это все было. Один раз я решил проверить, скажите, пожалуйста, я обратился к нему, я могу получить такой же массаж? Они говорят, да, конечно. Ну, он подозвал... То есть, ты хотел посмотреть, что это такое? Да, подозвал одну девушку, Викторию, которая подошла ко мне и говорит, да, я вас приглашаю, пожалуйста. Значит, я оголился, так сказать, до пояса, да, и она меня укрыла, там все, и она со мной работала. Вот эти звучали мантры, я заснул, честно говоря. И так расслабило, может быть, это был конец дня, что я, значит, устал. Причем те люди, которые туда к ним приходили, было объявление, написано, что у нас принимает мануальный терапевт высокого класса. Они обращали на двух языках, даже на трех, по-моему, даже. И они заинтересовались. Вот у одного болит спина, у другого болит спина, у третьего болит, там еще что-то, шея. И они приходили, все по проблемам. И все выходили очень довольны. И вот эта слава обошла весь Тель-Авив, и ко мне совсем был Тель-Авива, к ним и ко мне пошли люди. То есть они вас, как приманочку. Ну, у них, как бы, реклама уже была какая-то, шло там какое-то. Но ничего общего у этого массажа с тантрическим массажем не было? Тантрическим, ну да, с мануальной терапией ничего. Но я там присутствовал, и все. Но я получил большое удовольствие. Я когда встал, я был полон энергии, как будто я не целый день отработал, а как будто я где-то в воздухе был. Я говорю, а как это произошло? Что это такое? Он говорит, сочетание. Значит, мантру, которую пели, да, и плюс мои руки. Плюс там горячее масло было, и все остальное прочее. Это все дало такой потрясающий эффект, что я даже не ожидал, честно говоря, что такой эффект может быть. Я не уверен, что мантры вам тебе помогли. Помогли, почему? Мантры. Мантры, это интересно. Мантры, это музыка. Нет, ну это говорил голос все время. Я понимаю, мантры, это, в общем-то, заклинание, да, или просьба такая. Просьба, да. Хочу-то вот это, вот это вот, хочу быть здоровым. Она тоже говорила что-то на каком-то языке, но я не понял, на каком. Скорее всего, на индийском или на какой-то там, на парсе какой-то где-то, да. Вот. Поэтому вот этот тоже имеет, причем самое интересное, если вот мы заговорили индийский массаж, индийский есть точечный массаж, и кроме Айведы есть еще индийский точечный массаж. Он что-то перекликается с точечным массажем китайским. Он есть, между прочим, китайский массаж. Я не знаю, какой ты хотел услышать или тогда увидеть массаж. Есть очень известный массаж Туйна. Туйна – это массаж ребром ладони. Этот я массаж изучал еще в Москве, да, на курсах повышения квалификации врачей, которые… Я попал на четвертом курсе, меня пригласили туда изучить массажи, изучить мануальную терапию, как бы, раньше взяли, чем врачей, всех готовили. У них был недобор какой-то в тот год, и меня пригласили. Я с удовольствием изучился, потом прошел очень интересную школу Васечкина вместе с Бирюковым, которые мастера были великого класса. Для меня это было, ну, просто как мастера, понимаете, это… Вершина. Да, те, которые стояли еще у белой врачей, профессора Белой, они учились у нее. Потом, вот, к сожалению, сейчас они уже ушли. Было много других на моем пути массаж и так далее, и так далее. Вот, так я хочу сказать, что есть вьетнамский массаж, есть креольский массаж бамбуковыми палочками, да, есть пластический массаж, есть филиппинский. Это филиппинцы, они делают тоже разные виды массажа. Один из них, аромамассаж, например, очень известный. Но самое интересное, есть еще такой интересный массаж, называется массаж кактусами. Это мексиканцы делают. Мексиканцы… Используя иголки кактусы. Нет, они очищают… От иголок. От иголок. Потому что я себе представил, насколько это болезненный должен быть массаж. Нет, это не экзекуция. Экзекуция стопроцентная. Они берут листья кактусов, да. Очищают от иголок. Очищают. Очищены уже, да, очищены. Они уже готовы. Очищены от иголок, они кладут на тело человека и поливают соком агова. Окей. Агова, растение. Растение. Идет фрукт. Плод. Ну, да. Плод. Да, плод, который вот берут сок и покрывают листь. Значит, сначала делают массаж с ними, да. Очень различные движения. Причем, самое интересное, у них движения совершаются вот такими спиралевидными движениями, большими руками, да. У нас, например, спиралевидные делаются сюда, они делают против часовой стрелки. Они подчасовые, они против. Ну, одна рука подчасовая, а другая против часовой стрелки. И вот они делают вот такой интересный массаж. Сверху кладут потом листья вот этого кактуса и кладут одеяло. Эти кактусовые листья с соком аговы проникают через кожу, воздействуя на все рецепторы человека. И человек выходит оттуда после этого массажа абсолютно здоровый. У него ничего не болит. Я даже удивился, потому что... А что у него изначально должно было? У него были мышечные блоки. То есть было несколько участков на спине, которые болели. Допустим, верхняя часть спины, нижняя часть спины. Да, он все-все-все-все. Я сейчас тебе расскажу мой вид массажа химически активными камнями. Да. Я тебе показывал маленькие камни, у меня большие камни есть, да. Я их покупаю в Южной Америке. Но это не стоун-терапия. Это не стоун, это абсолютно ничего. То есть стоун-терапия это тоже вид массажа горячими камнями, да? Да, горячими камнями. Здесь тоже я использую их в горячем виде. Как ты произнес уже три в одном. Да. Да. Это камни, которые состоят из большого числа солей. Там есть какие-то несколько, одна, две, три, четыре соли в большом количестве, остальные в малом количестве. Есть следы солей. Но это солевой камень. Он, мне его присылают в виде такого бруска. Бруска, совершенно верно, да. Я его кладу в микроволновую печь. 25 секунд, 25 секунд он нагревается. За 25 секунд в среднем они достигают температуры 40-45 градусов. Эти камни. Дальше я кладу человека спиной вниз. То есть, как правило, у человека, у нас у всех болезнь спина. Поясничный отдел. Поясничный отдел или верхний отдел. Верхняя часть спины, шейный отдел. И я под вот эти вот болезненные места подкладываю горячие камешки. Да. На какое-то время? Пока они горячие. Пока они теплые, да. Значит, человек лежит на них. Он же лежит не без движений. У него есть вибрации, у него есть дыхательный процесс работает, дыхание работает. Он движется, да, на этих камнях. То есть, под спину, я так понимаю. Под спину, совершенно верно. Не то, что он на живот, а на сверху кладет. Нет, наоборот, спиной вниз. И под спину я подкладываю эти камни. Человек вибрирует на этих камнях. И камни, соответственно, делают ему массаж. Он на них крутится. Он этого не ощущает. Мы все, когда лежим или сидим, мы же вибрируем. Это первое раздражение, которое создают эти камни. Второе раздражение, они прогревают эту точку. Это второе раздражение. Они прогревают то место, под которым они лежат. Там температура 45, допустим, градусов. И третье раздражение. Они выпускают в ткани тела, выпускают ионы солей. Что думает по этому поводу мозг, когда сталкивается с тремя раздражениями в каком-то месте? Он думает, что у этого участка тела есть опасность. Для мозга человека эти ионы являются чем-то чуждым. Эта температура необычная. Этот массаж, вибрация на камни является чем-то, что приводит к усилению кровоснабжения. И мозг отправляет на эти участки очень большой поток, мощный поток крови. Вот через несколько минут эти камни очень с высоким уровнем теплоемкости. Я их нагреваю за 25 секунд, а они отдают тепло порядка 15 минут, до 10-15 минут. То есть за эти 10 минут, что человек лежит на них, у него приходит такой объем крови к тому месту, где они лежат, что это место становится розовым. Ну а кровь, в свою очередь, приносит лейкоциты, белые кровяные тельца, которые являются основой иммунной системы, и они убирают воспалительные процессы. То есть мозг сам начинает работать над проблемой с помощью этих камней. Нет, например, такого опасности, что повысится давление кровяное. Ты знаешь, я не сталкивался ни разу. Я начал с того, что я, будучи химиком по образованию, еще одному или главному моему образованию, я химик, я начал искать такие камни через интернет, я нашел их в Южной Америке, в Парагвайе, я задал вопрос, могут ли они мне прислать такой брусок, они сказали, что они вынимают глыбу, они вынимают глыбу из земли, и им очень сложно будет порезать ее на кусочки. Но они могут, но это будет стоить деньги. Я спросил, сколько? Они сказали, 100 долларов. Я отослал им 100 долларов, получил первый камешек. Попробовал его на первом своем клиенте. Он работал как швейцарские часы. Он мгновенно сам убрал все проблемы, которые были у этого человека. Тогда я начал заказывать по 20 штук. Я уже несколько партий получил. Они вынимают эту глыбу, они режут ее на кусочки. Очень брака много, поэтому она дорогая. Это операция. Они понизили мне цену на сегодняшний день. И я пользуюсь ими в своей работе вместе с другими видами массажа. Это что-то мне напомнило, вот тот мексиканский массаж, о котором ты рассказал. Ну да. Там тоже, наверное, какое-то натуральное химическое вещество в этом кактусе или в этом соке, которое проникает в тело и вызывает... Да, но самое интересное, что есть еще много экзотических таких видов массажа. Например, есть массаж питонами. Питоны это змеи. Да. Да. Четыре змеи питона кладут на тело человека, на спину, на... Не обязательно четыре, кстати говоря. Достаточно одного питона, чтобы получить... Вот кладут до четырех змей. До четырех, да. И самое интересное, что до этого 10 цыплят дают каждому питону, чтобы он съел. Чтобы он не был голодным. Голодным, да. Иначе он слопает этого человека. Интересно... Ты знаешь, Влад, я прошу прощения. У меня в Ютубе есть фильм, называется «Лучшие массажисты мира». Да. Ты не попадал на него, наверное. Нет, понятно. Но я тогда не хожу. Поэтому я не мог поспать. Лучшие массажисты, да. Там слон, там питон, там рыбки, там кошки, там собаки. Там какие-то еще экзотические животные. Я их собрал. Собрал и сделал из них один фильм такой вот. Маленький, очень симпатичный фильмик. Смотрю. Так вот, там есть девушка с питоном. Да. Девушка, которая делает массаж питон. Массаж питон. Ну, кстати говоря, если ты заговорил про рыбок. Это же специальные рыбки, которые в пятке людей в Илате. И не только в Илате, в Сочи я был. Я не знаю. И они там делают вот эти процедуры. Знаешь, во многих спа у нас в нашей стране, в аквариумах есть эти рыбки. Надо опустить. Ноги опустил. Ноги опустил, они там чего-то с ними делают. А вот в районе Мертвого моря, на самом южном его окончании, уже в пустыне самой, уже воды там Мертвого моря нет, да? Там есть озерцо, крошечное озерцо, куда стекает вода из гор. И в этом озерце живут эти рыбки. Дорого. И туда люди приезжают и купаются. Они залезают, они ныряют в это озеро. Я там был в этом озере. И рыбки тебя начинают оподкусывать. Это не просто обкусывают. Они бьют тебя своими носиками. Носиками бьют тебя. И это действительно массаж. Это не только очистка кожи. Это еще и массаж. Да. И не надо никаких лекарств, кстати говоря. Я не знаю насчет лекарств, но то, что они помогают, и после этого массажа я чувствовал себя замечательно, это точно. Ну, понятно. Кстати, хочу сказать, что когда мы говорим про то, что нам массаж заменяет лекарства, мы даже возьмем такой массаж, который я проводил. Я работал с ДЦП, как я уже говорил. С детским церебральным параличем. Параличем. С аутистами работал. В Краснодарском крае. Я помню, ты рассказывал. Я проводил еще логопедический массаж. Я владел еще таким массажем. Логопедический массаж. Да. Логопедический массаж. Очень интересный массаж тем, что, во-первых, мы делаем массаж языка. Да. Вытаскиваем язык у этого ребенка. А уздечка не всем помогает. Уздечка под языком. Она не помогает ни всем. То есть, она, наоборот, она не дает. Она удерживает. Она удерживает язык. Да. И нам надо делать массаж на растяжку немножко. Делается такой. И плюс еще логопедический массаж. Он как бы есть дефектологический массаж. Чтоб ты знал. Это от дефекта речи. И с дикторами, поскольку я касался еще дикторской профессии, до прихода... С Левитаном, известно. Ну, не только с Левитаном, Юрием Борисовичем и со многими другими. Недавно, к сожалению, ушел в Харькове тоже диктор, с которым мы вместе работали. Вот. Поэтому я хочу сказать, он был голосом метро Харьковского. Верченко. И мы работали на Харьковском радио с ним. С тем же подорожкой и так далее, и так далее. Так вот, для дикторов есть такой логопедический и дефектологический массаж. У кого-то есть, например, какой-то дефект речи. Или Р, или не выговорит, или еще что-то. Вот с ним тоже есть такой специальный массаж. Влад. Я. Мы закончили нашу передачу. К сожалению. Мы еще не закончили. Время закончили. Мы попрощаться. Ну, мы еще две минуты. Нет у нас двух минут. Нет у нас двух минут. Но попрощаться мы обязаны. Ну, одну минуту можно? Нет. Нет. Мы попрощаться можем. Только лишь попрощаться. Подождите. Одну минуту. Слушаю тебя. Одну минуту. Я хочу сказать в конце, что, друзья, мы, конечно, можем продолжать эту тему. Часами. Много. Массаж. 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 Массажист сделал вам синяки, бегите от него немедленно. Никогда массаж не должен производиться силой. Он выполняется любовью своего сердца, он выполняется расслабленными руками и только весом этого человека, который с вами работает. И с любовью. Есть массажисты, к сожалению, которые зарабатывают деньги на этом, а мы не зарабатываем деньги, а мы просто с любовью к этому человеку. Это любовь, она лечит лучше любого лекарства. Поэтому нам лекарство это одно, массаж лучше, чем лекарство. Его не надо искать в аптеке, а просто надо найти хорошего специалиста, и чтобы вы были все здоровы. Это самое главное. Будьте здоровы, дорогие. Продолжение следует...